Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как быть с 56 летней дочерью, у которой неприятник матери, которую она обобрала, и вредит матери постоянно? Я думаю, что здесь центральным вопросом является цель. Как быть, чтобы что? Поняв для себя цель, вот, я думаю, что вы сможете, в общем-то, начать как-то что-то делать по направлению к этой цели. Вот, и я думаю, что вы сможете, ну, так скажем, активизировать свои ресурсы для того, чтобы вот как раз этой цели достичь. В вашей ситуации, возможно, речь идет о юридической стороне вопроса. То есть, если вам обобрали, значит, необходима помощь, консультация юриста для того, чтобы вы смогли как-то защитить, да, свои права. Вот, чтобы могли взыскать с дочери то, что она себе незаконно присвоила. Естественно, у вас могут быть негативные эмоции, негативные переживания. Вот, у вас могут быть травмы, ну, психологические. Вот, и, соответственно, нужно вот с этим тоже работать, да, то есть, ну, помочь вам, если угодно, эти травмы прожить. Вот, чтобы они вас не беспокоили, вот, чтобы они не болели, что называется, да, вот, и чтобы вам было немножко легче. Ну, немножко хотя бы, немножко легче, вот. А, я также думаю, что очень, очень многое зависит от того, хотите ли вы разобраться с данной ситуацией. То есть, хотите ли вы эту ситуацию понять, да, хотите ли вы понять, например, почему у вашей дочери, да, вот, к вам неприятно и так далее. Вот, ну, и, соответственно, может быть, вы увидите какой-то некий свой вклад в то, что случилось. Вот, да, потому что, ну, редко довольно бывает так, чтобы один человек, да, вот, значит, ну, во всем был виноват, да. То есть, чтобы, очень редко бывает так, чтобы один человек был ответственен за, ну, за все, вот. Поэтому я думаю, что часть ответственности, вот, лежит и на вас, то, что эта ситуация произошла, то, что эта ситуация случилась, вот. Вот, но не нужно думать, что мы вас обменяем, вот, а наоборот, тут идея в том, чтобы разобраться с ситуацией максимально, вот, и попробовать как-то ее максимально скорректировать. Вызывает, конечно, вопрос то, как у дочери, значит, появляется возможность вам вредить, да, вот, то есть, откуда у дочери вашей, вот, ну, такая возможность, да, то есть, почему? Почему она может это делать, почему она может вам вредить, вот, я думаю, что, что вот ответить на этот вопрос тоже очень важно, вот, потому что... Вполне нормально, что вы в какой-то семье не сами даете дочери, да, возможности, плацдарм для того, чтобы, чтобы, ну, причинять вам, вот, какой-то дискомфорт, да, какой-то негатив и так далее. Ну, вот, тут, конечно, нужно смотреть, тут нужно очень, очень внимательно, когда, очень внимательно быть в этой ситуации, в этой ситуации, вот. Вот, пожалуй, как-то так, я думаю, можно вам ответить, вот. А последнее, что, пожалуй, пожалуй, хочется сказать, это то, что вот, к сожалению, да, вам, очевидно, нужно сейчас исходить из того, что отношения с дочерью будут, ну, знаете, как, ненормализованными, да, то есть, вот, вам нужно исходить из того, что отношения с дочерью будут, ну, не очень хорошими, не очень качественными, да, не очень, не очень приятными во всех, во всех отношениях, вот. И вам нужно вот из этого исходить и, соответственно, ну, возможно, болиться от дочери, да, вот, нужно болиться вам от нее, вот, чтобы у нее не было возможности, как-то вот, ну, ну, на вас, на вас влиять, да, потому что сейчас, как будто бы у нее такая возможность есть, и это вот все очень хорошо. Я понимаю, что, возможно, у вас есть какая-то, ну, может быть, какая-то надежда относительно того, что ситуацию можно исправить, но тогда получается, вот, что все становится только не очень хорошо, вот. Я также хотел бы, наверное, в той или иной степени предостеречь вас от попыток каких-то воспитывать свою ночь, да, то есть стараться вот ее, что называется, образумить, вот. Очень хотел вас от этого предостеречь, потому что это будет вызывать только еще, еще больше негатив по отношению к вам, но не нужно, не нужно, ну, совсем, да, совсем не нужно этого делать, делать ничего хорошего из этого не получится, вот. Значит, первая, вот, первостепенная задача, задача, вот, которая мне видится в вашей ситуации, да, это задача по прожить, по проживанию травмы, вот, в той ситуации, как мы сказали, вот, проживание травмы необходимо, вот, и соответственно, снижение уровня психоэмоциональной такой вот нагрузки, вот, которую сейчас, в принципе, мы можем наблюдать у вас, да, и это, ну, в принципе, нормально. То, что, то, что вы это испытываете, вот, никто не говорит о том, что вы не должны этого испытывать, ни в коем случае, ну, вот, свое внимание я бы все-таки зашел бы именно на этом, на том, чтобы прожить вот эти негативные эмоции, которые у вас есть, вот, ну, и посмотреть на ваши потребности, которые у вас есть, вот, чего, если вам хочется, например, вот, чего вам хочется прямо сейчас, допустим, вот, и как-то вот посмотреть, да, что вы можете сделать для своих потребностей прямо сейчас, да, то есть вот, что вы можете для них сделать, вот, как вы можете их реализовать, вот, может быть, у вас будет некое видение этого, вот, это было бы очень-очень здорово и очень, кстати, могло бы, опять же, снизить в той или иной степени, да, значение для вас этой ситуации с дочерью, вот. Вот, вот, как-то так, я думаю, можно вам ответить, вот, я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь, за помощь, вам она пригодится, буду благодарен за обратную связь по моему ответственности, это позволит вам начать над собой работу. Субтитры создавал DimaTorzok